Добрый день! Меня зовут Дима Макагон и добро пожаловать в Диванную Экспертизу. Сегодня 158 выпуск. Напоминаю, что каждое воскресенье мы проводим информационно-аналитическую передачу, в которой разбираем прошедшие новости и события за неделю. И, как всегда, буду благодарен вашей поддержке за эту работу, лайками, подпиской и комментарием. 7 октября в субботу утром боевики «Хамас» совершили массированный удар по территории Израиля. Изначально рано утром они запустили множество ракет, как заявляют боевики «Хамас», 5000 ракет, как заявляет израильская страна, порядка 2200-2500 ракет. Не все эти ракеты были сбиты, да, мы все с вами знаем о железном куполе, но все ракеты он не перехватывает. Ну, в целом, он запрограммирован так, чтобы действительно не все перехватывать. То есть, если он вычисляет траекторию ракеты и она попадает куда-то в поле, то перехват не осуществляется, но в то же время даже те, которые летят по городу, перехватить все тоже нет стопроцентной вероятности. И такой массированный залп, конечно же, действительно есть некие проценты, доли, что ракеты все-таки смогут поразить цели. Но касательно целей нужно понимать, что это совершенно не те ракеты, которыми там бомбит нас Россия. То есть, это, по сути, ракеты аналог «Града». То есть, это не то же самое, что там российские ракеты «Калибр» и «Скандер». Это намного проще. Соответственно, и залп их намного массирование. Но нужно понимать, что боевики КАМАЗ, они запускают ракеты чисто просто в сторону Израиля, в сторону городов. Там нету какой-то задачи поразить, я не знаю, военные объекты, военные цели. Это чисто террор. Основная цель – просто убить как можно больше людей. То есть, это такая самопальная ракета из трубы. По сути, она там запускается чуть ли не с крыш зданий, прямо из территории города, то есть территории застройки. Таким образом, они прикрываются жителями города, ну и терроризируют, собственно, Израиль. Поэтому вот есть такая угроза, она всегда. И это далеко не первые подобные массированные обстрелы. Но вот в этот раз особенность этой атаки в том, что еще была наземная операция со стороны КАМАЗ, со стороны сектора ГАЗа. А именно они вторглись на территорию Израиля. И вот тут, конечно, возникает много вопросов, как у них это получилось. Все же вторжение с территории КАМАЗ, с территории сектора ГАЗа. Там нету каких-то колонн бронетехники. То есть, это просто боевики пешком на пикапах, на каких-то грузовиках, ну еще на парапланах. Они перелетали стену и вот вторгались. И в то же время мы с вами понимаем, что Израильская армия считается одной из лучших в мире, самой оснащенной. И, казалось бы, вот эта вот территория сектора ГАЗа, она вообще достаточно маленькая. Она всего составляет 360 квадратных километров. К сравнению, площадь Киева 850 квадратных километров. То есть, сектор ГАЗа весь, он более чем в два раза меньше, чем площадь Киева. Да, Киев большой город, но тем не менее, мы понимаем, что в таких вот масштабах страны эта территория небольшая. И вот там израильская профессиональная армия, там хорошо оснащенная, просто прогавила вот этот вот удар. Их разведка ничего не обнаружила. Казалось бы, ну Израиль мог бы, я не знаю, повесить там круглосуточно какой-то беспилотник, который мог бы наблюдать за сектором ГАЗа. И я уверен, что сейчас существуют настолько хорошие там алгоритмы, которые могли бы выявлять подобные действия даже роботы. То есть, искусственный интеллект мог бы понимать, что вот что-то там намечается такое и приводить в готовность войска. Но тем не менее, вот эта вот оборона израильская была прорвана, там была захвачена в том числе одна база. Нужно понимать, что все-таки, да, эти террористы, у них там есть оружие, у них есть ручные гранатометы, у них есть российские ПТРК, их им поставляет Иран. Ну, то есть, они там достаточно современные, эти противотанковые ракетные комплексы. То есть, есть чем бороться с танками. И вот получилось прорвать оборону, получилось подбить несколько танков. В том числе, есть кадры, как танки подбиваются с помощью дронов. Мы с вами это подобное видели постоянно в нашей войне с Россией, как дроны скидывают гранаты на танки. Ну, видимо, или боевики Хамаса насмотрелись эти видео и сами обучились, или кто-то их инструктировал. В принципе, учитывая то, что Хамас — это прям союзники такие Ирана, Иран их сильно поддерживает, а Иран в то же время союзник России. То есть, тут мы понимаем, что вполне возможно некое сотрудничество, военные советники могут быть и со стороны России. В этом плане, конечно, откидывать это точно не стоит. Ну и вот, тем не менее, ребята, Хамас-боевики прорвались на территорию Израиля. Тут сразу многие показывают вот эту карту, что боевики захватили больше территорий, чем весь сектор газа. Разумеется, это не совсем корректно, это не совсем правда. То есть, да, они там проникли в некоторые районы на этих пикапах, но это не означает, что они прям захватили территорию и ее контролируют. То есть, это, скорее всего, такие диверсионные группы. Они не контролируют территорию, но, тем не менее, они там действуют в этой вот площади. Поэтому это не надо понимать, что вот, мол, там линия фронта какая-то сдвинулась. Там ее вообще нет, никакой линии фронта. Собственно, что делают эти боевики? Они просто убивают мирных жителей, расстреливают всех, кого видят. То есть, это чисто такой террор. Очень похожие кадры на то, что мы с вами видели в Буче или на Житомирской трассе, где российские военные просто расстреливали всех мирных жителей. Полно расследований, видеофиксаций российских преступлений. И здесь мы с вами видим подобные преступления со стороны боевиков Хамас. То есть, абсолютно подобный терроризм. Поэтому, разумеется, с нашей точки зрения, мы обязаны поддерживать Израиль. Хотя бы морально понятно, что чем-то материальным мы им помочь не можем, потому что у нас у самих война и намного более серьезный противник. Я уверен, что Израиль с боевиками Хамаса сам прекрасно ставится. Просто, к сожалению, они прогавили непосредственно эту атаку. Да, боевики, помимо того, что убивают мирных жителей, они еще их захватывают в плен. Причем женщин, детей, стариков над ними издеваются, пытают. То есть, это реально выглядит ужасно. То есть, просто такое абсолютное проявление зла. Но сейчас уже к второму дню практически все территории, где были боевики, они уже находятся под контролем израильской армии. И Израиль наносит ответные удары. То есть, происходит бомбардировка. Бомбардировка газа. И вообще все говорит о том, что Израиль намерен провести наземную операцию. Тут нужно понимать, что вот этот вот сектор газа, несмотря на то, что он такой вот маленький, меньше, чем половина Киева, как вы помните, нужно понимать, что это все практически плотнейшая городская застройка и население там 3 миллиона человек. То есть, на территории половины Киева живет столько же, сколько в Киеве человек. То есть, это вот вы ощущаете эту плотность и, разумеется, вести боевые действия в таких плотных условиях, в плотной застройке крайне тяжело. Тем более, надо понимать, что помимо того, что там вот боевики эти, там все население крайне негативно. Это, если мягко говоря, относится к Израилю, к израильтянам, к евреям. Они просто желают им всем смерти, хотят уничтожить. То есть, там прям с детства всех этих жителей сектора газа, их пропитывают вот такой вот пропагандой ненависти к Израилю, к евреям. Поэтому, если будет проходить наземная операция, ну, скорее всего, там будет просто огромное количество крови. То есть, просто люди, жители сектора газа будут кидаться на военных с голыми руками. И, соответственно, военным придется себя защищать и убивать этих нападающих. и это все будет, конечно же, показываться, будет демонстрироваться и это все будет там видеть весь арабский мир, который не очень жалует Израиль. И поэтому, конечно же, физически Израиль может спокойно, да, там, решить вопрос с сектором газа. Но вот, как на это отреагирует арабский мир, и Израиль вряд ли захочет получить там противники, все же более сильные, там, Египет, Саудовскую Аравию, ну, понятно, Иран и так является противником и с удовольствием бы уничтожил Израиль, о чем он и заявляет постоянно, но вот получить еще больше противников Израилю не хочется. Поэтому, вероятно, что операция наземная, она будет проходить, видимо, с, во-первых, отрезанием границы, то есть, возьмут под контроль границу сектора газа с Египтом, там, это сделать, скорее всего, будет несложно. Также морская блокада и, быть может, некие такие разрезания на район, и потом уже их зачистка, такие антитеррористические операции внутри этих секторов. Сейчас важнейшая задача всех жителей Украины, которые находятся не в ЗСУ, это помогать ЗСУ, и благо, в этом плане, есть огромное количество возможностей, в том числе, финансово, помогать через различные благотворительные фонды. и я вам хочу порекомендовать фонд своих друзей, фонд Гуркит, это реально классные ребята, и они помогают Сбройным Силом Украины, и проводят различные ивенты, благодаря которым собирают средства. Вот я, например, участвовал в таком благотворительном забеге, и там, кстати, вот такие вот классные, они сделали призы всем участникам, да, это вот такая гильза от пушки БМП. И, в общем, я вас хочу тоже попросить поддержать, вот у них сейчас есть несколько активных сборов, например, на позашляховых для третьей отдельной штурмовой бригады, там всего лишь 250 тысяч нужно собрать, я прикрепляю все ссылки в описании, если там будет QR-код, будет еще прикреплен QR-код, чтобы проще подкинуть, давайте поможем им собрать, надо сказать, что меня ребята не просили об этом, то есть это чисто моя инициатива их прорекламировать, я думаю, если вы сейчас их поддержите финансово, будет такой приятный и неожиданный бонус, я вот и сам закину там тысячу гривен на позашляховых и вас призываю тоже это сделать. Появились видео доказательства присутствия украинских войск в Судане. Как вы помните, появились ранее кадры, как уничтожается группировка Вагнер в Судане, и потом заявилось, что это украинские спецслужбы это делали. Честно говоря, когда вышли западные журналисты, первые доказательства были такие все, и мне казалось это весьма таким странным заявлением, потому что ну, зачем украинским спецслужбам действовать где-то не территории Украины России, да, воевать, конечно, с российскими силами, но тем не менее, вроде и тут работы хватает. Но теперь действительно доказательства более такие весомые, там, помните, атака на колонну вагнеровцев, там, на мосту они ехали на автомобилях, и по ним дроны прилетали, атаковали, и также работали снайпера. И вот уже появляются более такие весомые доказательства, и, собственно, ГУР заявляет, он как бы так лукаво говорит, что он не подтверждает, что да, действительно там операция проводилась, но говорит, что российские военные преступники будут уничтожаться везде, то есть наказание за ними придет. Ну, мне кажется, это такое косвенное тоже подтверждение того, что действительно, оказывается, украинские спецслужбы проводили вот такие операции в Судане. В сентябре Украину атаковало рекордное количество российских ударных дронов, а именно 500 штук только за месяц, и это действительно огромное число к сравнению, например, за 6 месяцев обстрела энергоинфраструктуры всего было дронов Камикадзе 1000, это за 6 месяцев, а сейчас только за 1 месяц 500, то есть, да, Россия нарастила производство этих дронов, их удешевила, упростила, и теперь может обстреливать Украину их огромной таким табунами, действительно, каждый день мы с вами читаем об этих обстрелах, в основном сейчас удары направлены по портовой инфраструктуре, то есть, по югу Украины, по зернохранилищам, по морским терминалам, таким образом пытается Россия, поскольку она не может контролировать море, она пытается повредить именно зерновой инфраструктуре и нашему экспорту, ну, чисто такое на самом деле, конечно, это военные преступления, потому что зернохранилище это абсолютно не военные цели, и вот Россия, в принципе, даже не стесняется это делать, спокойно обстреливает, ну, мы с вами про Россию, про ее военные преступления все с вами давно поняли, то есть, она в целом ничем не лучше, а учитывая свои возможности по нанесению ударов хуже тех же группировок Хамас, ну, что тут сказать, да, дроны сбивать в целом проще, чем ракеты, но учитывая их огромное количество, все равно мы с вами видим поражение целей, в среднем 75% дронов получается сбивать, но когда у вас 500 дронов летит, и то есть 75% сбили, это 400, еще 100 поразили цели, 100 это много, на самом деле, и действительно мы с вами видим ущерб от этих дронов. Россия переводит свой Черноморский флот в Новороссийск. Как мы с вами помним, после вот таких вот атак над водными дронами, а потом уже и ракетным атакам по штабу Черноморского флота, ну и такой знаковый удар, конечно же, по Сухому доку, где находилась подводная водка Ростов-на-Дону, и ПДК, большой десантный корабль, Минск, и они по сути уничтожены в этом сухом доке, серьезный удар по российскому Черноморскому флоту, и вот Россия таким образом переброски части суден, части кораблей в Новороссийск пытается его обезопасить. Тут надо понимать, что разумеется в Севастополе и в Крыму все еще будут военные корабли, их просто будет меньше, видимо перебазирует в Новороссийск те корабли, например, ракетоносцы, которые в целом не надо находиться прямо близко к Крыму, к Украине, у которых дальность 2500 км, дальность полета ракет, поэтому в принципе они могут запускать ракеты и со стороны Новороссийска. Что это означает для нас? Это для нас означает, что чем дальше ракета запускается, тем больше времени у нас на реакцию, на ее обнаружение и на подготовку ПВО и уйти банально в убежище, но в то же время в России тоже россияне получают плюс в том, что поразить эти корабли Новороссийске разумеется гораздо сложнее, потому что точно так же у россиян больше времени на то, чтобы подготовиться к атаке или же обнаружить те же надводные дроны. Ну, то есть одно дело преодолеть пару сотен километров, а другое дело преодолеть там уже под тысячу километров этим надводным дронам. Во-первых, дрон плывет долго, это не ракета, которая там за час преодолеет это расстояние, все-таки это там скорость, я не знаю, 50 км в час, но вы можете посчитать, сколько нужно часов, чтобы преодолеть расстояние там в тысячу километров. и, соответственно, за день, который плывет этот дрон, погода может измениться, корабли могут перебазироваться, куда-то отплыть и вот так далее, и так далее. К тому же, одно дело, вы там, например, пытаетесь дроном Крым атаковать надводным, и он у вас имеет определенный запас топлива, то есть он 100 км в одну сторону сплавал, там поплавал, поплавал, цель не нашел, вернулся на базу, заправился и так далее. То есть это же не ракета, которая улетела и все, ее вернуть нельзя, а это, по сути, катер, который можно вернуть, если вы не обнаружили цель. Когда катер плывет в Новороссийск, скорее всего, возможности вернуться назад у него не будет. Ну, я думаю, что там нету такого большого запаса топлива, то есть это дорога в одну сторону, поэтому там придется уже искать, что поразить, лишь бы он там просто не пропал, этот дрон. Мы с вами видели атаки в Новороссийск, но вот, я думаю, это тоже для нас усложнение. Но посмотрим, что из этого будет. В любом случае, мы с вами определяем, понимаем, что некую такую победу на море мы сейчас все же получили вот этим вот вытеснением российского флота и совершение того, что у нас сейчас работает морской коридор, корабли у нас грузят зерно, и несмотря на то, что Россия вышла из зерновой сделки. Ну и, собственно, стандартно с вами смотрим, что происходит на море. Как уже говорим ранее, действительно сухогрузы продолжают ходить в украинские порты. Мы с вами видим, ну вот, на момент записи я вижу, что идет из Одессы два судна, один вот в Сулину в Румынию идет, не знаю, может, на момент уже монтажа этот кораблик пропадет, судно. Ну и вот форт Сандорио идет тоже у нас есть. Ну, основное, конечно, движение все же идет по Дунаю, там прям огромное количество суден. Ну и что касается России, то там в целом такая же история, каких-то изменений не происходит. да, в Крыму суден толком нету, основное судоходство это вот как раз порт Новороссийск, ну и через Керченский пролив, но посмотрите, как они так держатся подальше от Крыма, от вообще территориальных вот Украины, все же опасаются. На контрактовой площади обустроили перекресток с кольцом. Действительно, там такой возле музыкального театра довольно бестолковый этот перекресток был, и кольцо движение там однозначно упорядочит и сделает его безопаснее. Вообще, я рад появлению вот этих вот малых колец по Киеву. Кольца делают действительно движение безопаснее. В чем логика? В том, что вместо того, чтобы у вас на перекрестке есть линия пересечения, то есть в случае чего автомобили могут столкнуться в БАМе, там кто-то в бок, на кольце у вас происходит линия переплетения, то есть у вас такие касательные соприкосновения авто могут быть, а скорее всего их вообще не должно быть, собственно, почему? Потому что когда вы подъезжаете к кольцу, вам необходимо его объехать и соответственно вам надо сбросить скорость. Одно дело пролететь перекресток, вы можете скорость не сбавлять, другое дело чтобы проехать вот по кругу, вам скорость надо сбросить, чтобы с дороги не вылететь, соответственно меньше скорость, больше временной реакции, вы там всех сможете рассмотреть, пешеходов, подъезжающие другие машины и даже если вы где-то что-то прогавите, скорость будет небольшая и там столкновение будет небольшое, то есть это явный плюс к безопасности. Другое дело, если говорить про контрактовую, тут есть некий минус в том, что вообще есть проект разработанный комплексный по реконструкции всей площади, там включает он всю контрактовую площадь, в том числе вот эту всю территорию вокруг гостиного двора, в том числе вот эти трамвайные остановки, там предполагается их перенос трамвайных остановок и трамвайных колей и в том числе предполагается вот это мощение, ну и вообще реконструкция пешеходной улицы Согайдачного и вот тут меня немного подвешивает то, что в том проекте разумеется этого кольца нету, потому что там вообще другая схема дорожного движения, непосредственно там где-то кольцо, там должны быть вот эти вот трамвайные колей, соответственно трамвай по кольцу не есть. И вот мне не нравится, что на этой контрактовой это уже не первое вот такое вот какое-то там решение, которое не соответствует комплексному проекту. Комплексный проект есть, он классный, он довольно хорошо проработанный, мне он нравится, мне бы хотелось, чтобы город его реализовывал. Да, там есть, конечно, вопросы с гостиной двором, потому что, наверное, неправильно делать площадь, не сделав гостиный двор, потому что, если сейчас сделать всю площадь согласно проекту и оставить вот таким вот гостиный двор, какой он есть сейчас, потом, когда к нему доберутся всякие реконструкторы, это приведет к тому, что придется заново перекапывать площадь, потому что банально там всякие инженерные сети подводить и технику проводить и так далее, то есть это угробит все вот это новенькое благоустройство, поэтому это должен быть такой комплексный проект. Ну, в принципе, клумба, это кольцо, это, скорее всего, такое некое временное решение, сделать ее недорого, быстро, и точно так же можно будет быстро убрать, когда в итоге город решится делать вот такой вот большой проект комплексный. Я надеюсь, до этого мы все-таки доживем. Теперь традиционно смотрим потери техники, напоминаю, что смотрим мы по блогу Орикс, который считает потери только по подтвержденной, подтвержденной по кадрам и видео. И начинаем с России. На прошлой неделе было 12 311 единиц потерянной техники. На этой неделе 12 405. Таким образом, за неделю у россиян прирост 94 единицы. Ну, это такой в целом нормальный прирост 100 единиц техники в неделю. Теперь смотрим, что по танкам, какие изменения. Было 2329 танков, потерянных россиянами, а теперь 2349, то есть вот на момент записи сводки плюс 10 танков. Ну, а теперь к украинским потерям. Итак, на прошлой неделе было потеряно 4510 единиц техники. На этой неделе 4550 за неделю плюс 40 единиц. Если соотношение, то 1 к 2 у нас получается. Россияне пока еще в два раза больше техники теряют, но видите, уже нету вот этого соотношения 1 к 3, к сожалению. Ну, и по танкам. Было 656 танков потеряно на прошлой неделе, сейчас 660. Таким образом, за неделю плюс 4 танка. Ну, вот, соотношение по танкам 10 к 4. Разумеется, это только то, что подтверждено по кадрам. То есть, так-то в реальности может быть чуть другие цифры. Второй раз за неделю россияне сбили собственный самолет. А я вам на прошлой неделе говорил, что мы зря ругаем российское ПВО. Ребята работают, в прошлый раз сбили Су-35, уничтожили пилота, и вот в этот раз тоже Су-35. К сожалению, судя по всему, в этот раз пилот остался живой, а мы с вами понимаем, что все российские оккупанты и те, кто их поддерживает, те, кто несет смерть на территории Украины, кто убивает украинцев, заслуживают вполне нормальной смерти. У них есть выбор уйти или умереть, и видите, в этом деле нам даже помогают российские ПВОшники. Ну что ж, так держать, давайте дальше. Действительно, это такая серьезная помощь. Вот за неделю минус два современных хороших российских Су-35 самолета. В этом плане, конечно, надо дождаться еще Ф-16. Я думаю, что российские ПВОшники все Су-35 не собьют, и мы с вами увидим такое противостояние этих самолетов в небе. Если переходить к линии фронта, то на этой неделе каких-то знаковых изменений на самом деле вообще не происходило. Да, бои везде идут. Да, россияне атакуют Купинское направление, есть там совсем небольшие продвижения, точно так же есть незначительные продвижения украинских войск уже в районе Бахмута, буквально сотни метров на юге, все же бои продолжаются вдоль железной дороги, ну и также у нас на юге где по направлению к Токмаку там этот клин наш немножко расширяется в направлении Капани. В целом фронт вот на этой неделе был такой стабильный, россияне там контракт атаковали, но особенность, что сейчас усиливаются вот эти российские удары, удары крылатыми своими бомбами, с комплектами ОМПК, то есть самолет сбрасывает бомбу с большой высоты, не заходя в зону действия украинского ПВО, и бомба, имея вот эту скорость самолета, имея крылышки, она еще там летит десятки километров и поражает цели, то есть у них там еще есть GPS-нонаведение, достаточно точные бомбы, то есть это такой российский аналог J-DAM, на этой неделе вот из таких серьезных их ударов, кроме того, что они бомбят линию фронта, украинские войска вот на этой неделе они ударили по больнице в Береславе, это Херсонская область, на правом берегу Днепра, есть кадры вот попадания по больнице, ну и также, конечно, такое зверство российское, это удар по селу Гроза, где происходили поминки, где там в кафе собралась половина села, и россияне по этому кафе ударили Искандером, убив там 51 человека, то есть, если брать вот так единоразовые убийства российские, это, конечно, одно из самых массовых, для нас это, конечно, ужасная трагедия, и это еще одно свидетельство вообще того, с кем мы воюем, что, по сути, россияне совершают такой геноцид, никакой военной цели, никакой военной логики не было. Такие вот на этой неделе новости, ставьте лайки, пишите свои комментарии, поддерживайте Гуркин, поддерживайте ЗСУ, ну и слава ЗСУ, слава Украине, пока! Субтитры 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 Субтитры